Хозяева конференции в поддержку Украины сразу предупредили гостей, просить денег будут в несколько этапов, и это только самый первый. Намек очевиден, лучше дойти сразу, что потом лишний раз не лазить кошелек. Речь президента Порошенко вызывала устойчивые ассоциации со знаменитым выступлением Астапа Бендера при создании союза меча и орала. Сначала отовсюду мы слышим стоны, а в конце попрошу делать взносы. Сегодня ваша поддержка критически важна. Пожалуйста, поверьте в Украину и будьте с нами в этот исторический момент. Но золотого дождя не последовало. Сердца прижимистых европейцев в лице президента ЕС Жан-Клода Юнкера не растопили даже потоки лести от украинского премьер-министра. У нас в гостях сейчас 500 человек, но позвольте мне предоставить слово самому выдающемуся, великолепному, настоящему двигателю всей жизни Евросоюза Жан-Клоду Юнкеру. Юнкер был довольно строг. Сначала стулья, то есть системные реформы в экономике, борьба с коррупцией, децентрализация и только потом деньги. Коррупция подрывает вашу экономику. Настало время положить этому конец. Децентрализация предоставит возможность решить конфликт на Донбассе, что должно случиться уже в этом году. Что касается реформ, то проводить их надо не ради прибыли, а ради граждан. После этого стало ясно, план Киева по сбору 15 миллиардов евро безнадежно провален. Петр Порошенко достал из рукава последний козырь, военную карту. С вашей помощью и единой позицией мирные соглашения на Донбассе было достигнуто, но война может начаться в любой момент. Но ответили украинскому президенту не европейцы, а собственные граждане. Комитет солдатских матерей опубликовал на своем сайте документы украинских военных, погибших или пропавших без вести в так называемом дебальцевском котле, само существование которого Порошенко отрицал и не признает до сих пор. В условиях замалчивания нашими новыми властями правдивой информации о потерях вооруженных сил Украины в кровавой бойне на Юго-Востоке, любые сведения о судьбах наших отцов, мужей и сыновей имеют для нас огромное значение. Ни у кого уже нет сомнения, что господин Порошенко и его соратники скрывают число погибших в зоне АТО, нарушая тем самым права членов семей павших и утяжеляя ношу ожидания для тех, кто до сих пор не получил информации о судьбе своих родных. Теперь на сайте по адресу матери.ком.ua каждый желающий может увидеть вещественные доказательства, документы погибших украинских солдат и офицеров. Но этот скорбный список имеет шансы пополниться. В эфире одного из ток-шоу местного телевидения замглавы администрации президента Украины подтвердил, страна получает оружие из Европы. Мы не можем все рассказывать, из какой страны что мы получаем. Но верьте мне, это есть. Что-то озвучивается, что-то остается за кадром. Но мы бы, конечно, хотели, чтобы помощь в военно-технической сфере была более активной. Какое именно оружие поставляется и для каких целей, господин Чалый не уточнил. Но вкупо с заявлением Порошенко о возможном начале войны, риторика украинских властей выглядит угрожающе. Но угрожают и им. Шахтеры, изрядно пошумевшие в Киеве на прошлой неделе, вновь подали заявку на акцию. После европейских дипломатов киевским властям теперь придется объясняться собственными разгневанными гражданами.